Всем привет! С вами Station Marks, и сегодня новости вам расскажет не Олег. Времена становятся все более жесткие, дальше, к сожалению, будет только хуже. Но главное, что мы не должны сидеть сложа руки, а разбираться в том, что происходит вокруг. Владимир Владимирович выступил с речью, где пообещал, что все будет хорошо, страна справится с вирусом, безработным повысят пособия, семьям с детьми выплатят льготные, а мелкий и средний бизнес поддержат. Но было очень мало сказано о самом главном, о том, в каком положении находится страна, насколько страшен коронавирус для нашей страны, справляется ли система здравоохранения, и чего нам ждать, пока мы будем проявлять дисциплину и ответственность, соблюдать все рекомендации врачей и, прежде всего, оставаться дома. В общем-то, по этому поводу ничего особо и не было сказано. Давайте, например, сравним обращение Путина с сообщениями других мировых лидеров. Например, Эммануэль Макрон уже три раза беседовал с французской нацией. Эта мера призвана защитить их и сдержать распространение вируса по нашей стране. Он говорил, что с коронавирусом ведется война. Признал, что все плохо, но делается все возможно. И даже назвал точное число заболевших и погибших на тот момент. А цифры с каждым разом становятся во Франции все более пугающие. Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон также уже говорил с народом несколько раз напрямую. В последний раз откровенно пообещал тяжелые времена и предрек неизбежную потерю немалого числа человеческих жизней. Сам Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после того, как у него подтвердили наличие коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в социальных сетях. По словам политика, за минувшие сутки у него обнаружились повышенные температуры и постоянный кашель. Проверка на вирус оказалась положительной. Джонсон заявил, что самоизолируется, пообещал продолжить руководить правительством с помощью видеоконференций. Нескольким министрам, которые встречались с премьером в последнее время, тоже рекомендовано изолироваться. Среди них главы Минздрава и Минфина Великобритании. Интересно, что выступления и того, и другого неплохо сказались на их рейтинге. Что, в общем-то, вряд ли можно назвать новостью, потому что люди почувствовали, что с ними поговорили как взрослыми, честно и беспрекрас. В общем-то, тоже популистский ход. Тем не менее, правительство продемонстрировало, что бороться за светлое будущее придется всем вместе. В США Дональд Трамп тоже время от времени выступает, иногда пишет в Твиттере. Как обычно, всякую ерунду, и американские медики уже устали его опровергать. Например, он пообещал, что к 12 апреля карантин придется снять целиком. Однако, понятно, что вряд ли это будет сделано, потому что США остается на первом месте среди заболевших. Он считает, что это необходимо, потому что карантин подрывает экономику страны. С самой мощной экономикой в мире. И поэтому не нужно лекарство, которое страшнее, чем сама болезнь. Что там до здоровья людей, когда рушатся фондовые рынки? Прибыль корпораций превыше всего. Хотя все это затушевывается заботой о гражданах. Ведь в рецессию они потеряют работу и обретут множество долгов. В том числе, они смогут оплачивать медицинские счета. Чем эти выступления принципиально отличаются от речи Владимира Путина? Будничным спокойствием российского президента. Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать распространение. Но Россия в силу своего географического расположения не может отгородиться полностью заблокировать проникновение инфекции в РФ. Получается, что основная проблема, как всегда, идет из-за границы. А в России, в общем-то, нет особых проблем. Но сдержать инфекцию невозможно только из-за того, что границы открыты и люди продолжают перемещаться. Карантин, который фактически вводят со следующей недели, назвали нерабочими днями, что многие вообще восприняли как каникулы. Однако выяснилось, что многих собираются уволить и возвращаться на работу будет просто некуда. А другим все равно придется работать на удаленке. В Кремле предполагают, что российские граждане продолжат работать в дистанционном формате на следующей неделе, которую президент объявил нерабочей. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму, сказал он. В частности, по словам Пескова, продолжат функционировать оборонные предприятия, имеющие обязательный цикл работы. Также в Кремле будет приветствоваться продолжение дистанционного обучения в школах и вузах на следующей неделе. На этом фоне особенно цинично смотрятся поступки чиновников. Например, глава врача Пермской краевой онкобольницы госпитализировали с коронавирусом. Максим Мезенцев вернулся с Сейшельских островов в минувшую пятницу. Практически сразу он вышел на работу и даже успел сходить на общие собрания и совещания с коллегами. В Минздраве заверили, что все уже хорошо, контакты определены, и более 40 врачей были отправлены на домашний карантин. Правда, родственники онкобольных в такой расклад не очень поверили, ведь он мог общаться и с пациентами. И уже написали заявление в Следственный комитет. Однако в России и в Штатах есть общие тенденции – это рост заявок на пособие по безработице. В России бизнес добился сокращения социальных выплат с зарплат с 30 до 15%. Тем не менее, нас ждет волна сокращений и увольнений. Показательно будет поведение работодателя именно на следующей нерабочей неделе. Очевидно, что простым людям эпидемия пойдется очень дорого, несмотря на единовременные выплаты и прочие косметические меры. Но как пойдут дела у бизнеса? Ведь о его поддержке в выступлении Путина было много всего. Правительство ввело особые меры для поддержки российской экономики. В частности, они предусматривают обнуление импортных пошлин и расширение использования зеленых коридоров на таможне для социально значимых товаров, а также отсрочки при уплате налогов для авиакомпаний и турфирм. Для последних власти до конца года продлили сроки взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и фонды персональной ответственности. Банкам правительство дало возможность кредитовать компании в транспортно- и туристических сферах, не ухудшая оценки их финансового положения. Также им предоставили дополнительные возможности при кредитовании предприятий, производящих лекарства и медицинское оборудование. Для поставщиков, в частности, были отменены санкции за срыв госконтрактов из-за последствий эпидемии. Физическим лицам дали три месяца, в течение которых они могут не платить за кредиты, так называемые кредитные каникулы. Однако в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКО уже пожаловались, что карантинные меры, вводимые из-за пандемии, коронавируса в России и других странах, должники используют как аргументы к переносу выплат. При этом организация отмечает, что пока эти случаи составляют лишь 1% от всех отказов погашать долги. Кроме того, пандемия служит аргументом для клиентов банков, ссылаться на нее начали даже добросовестные клиенты. Однако подтверждают свою неплодежеспособность далеко не все. Международное рейтинговое агентство Moody's оценило потери российских банков из-за отсрочек по кредитам, которые входят в пакет антивирусных мер. По данным агентства, банки могут потерять от 5 до 7,5% собственной прибыли. В сценарии длительного экономического спада мы предполагаем, что как минимум 10% всех розничных заемщиков получат право на льготный период, и банки потеряют или получат с опозданием, в зависимости от условий реструктизации, более 100 миллиардов рублей процентного дохода, что составляет 5% годовой прибыли сектора. Говорится в докладе. Более того, значительный удар по прибыли банков может нанести тот факт, что большое число представителей малого и среднего бизнеса также обратятся в банки за отсрочкой. По оценкам Moody's, это сделают до 20% всех предприятий МСБ. Для банков это означает риск недосчитаться еще 50 миллиардов рублей доходов и еще 2,5% годового дохода. Пока люди обеспокоены своим будущим, владельцы крупных американских компаний решили подать в суд. Напомним, там предвыборная гонка набирает обороты. Две влиятельные юридические фирмы США, другими словами, настоящая армия высококвалифицированных юристов, подали в суд на правительство КНР, обвиняя его в намеренном корыстном замалчивании проблемы коронавируса на первом этапе эпидемии. В результате, по их логике, занятые во внешнеторговых операциях компании США потерпели значительные убытки, которые теперь необходимо возместить. Общий объем исковых претензий находится в стадии подсчета. И если речь будет идти о триллионах долларов, удивляться не нужно. Наиболее вероятен именно такой порядок цифр. В случае успеха суд может арестовать собственность китайских государственных компаний на территории Соединенных Штатов, что вызовет колоссальный и непредсказуемый по своим последствиям политический скандал. Одна из упомянутых фирм, Лукас Комптон, обслуживает предвыборную компанию Дональда Трампа. Маловероятно, что это совпадение. Куда больше это похоже на продолжение той самой предвыборной кампании. Лозунг о том, что Пекин должен заплатить за доставленные американской экономики проблемы, еще не был озвучен президентом прямо. Но, кажется, именно к этому все идет. Это в стиле Трампа, в его логике, риторике и манере вести дела. Трампу просто удобно выставить Китай главным виновником тех бед, что постигли США. Страна уже вышла на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. При этом ее гражданами было подано 3 с лишним миллиона заявок на получение пособия по безработице. Предыдущий пик случился десятки лет назад, но тогда не дошло даже до одного миллиона. Ну и напоследок. Полезная и важная информация для всех наемных работников. В кризис работодатели пытаются подешевле избавиться от работников, как от ненужного балласта. Это их благодарность за годы усердного труда в их пользу. Не поддавайтесь на их уговоры. Защищайте свои законные трудовые права. Как именно? Если вас отправляют в административный отпуск, не подписывайте заявление на административный отпуск. Останетесь без зарплаты. Административный отпуск может быть инициирован только работникам. Если работодатель хочет отправить работника в простой, то это так и будет называться «простой по причинам, независимым от работника или работодателя» статья 157 ТК РФ. И он должен оплачиваться в размере две трети от обычной зарплаты. Что делать, если вас заставляют работать в нерабочий день? Работа в праздники, выходные, нерабочие дни должна оплачиваться в целом по двойному тарифу до двух часов по полуторному. Такая работа возможна только с согласия работника статья 152 ТК РФ. Президент сделал целую неделю выходной, пускай компенсирует это бизнесу как хочет, а вы можете либо не работать в это время, либо требовать оплаты сверхурочных плюс стандартной оплаты нерабочих дней. Увольняют по собственному желанию? Не подписывайте увольнение по собственному, если нет желания. Если работодателю нужно вас уволить, пускай либо платит минимум 5 выходных окладов по соглашению сторон, статья 78 ТК РФ, либо увольняет по сокращению. Увольнять по сокращению можно только с предупреждением за два месяца и с дополнительной выплатой до трех окладов уже после увольнения. Статья 178 и 180 ТК РФ. Твоя сила в солидарности с коллегами. И в очередной раз напоминаем. Работодатели очень любят давить на жалость во время кризисов. Мол, у них совсем нет денег, так что приходится жертвовать сотрудниками. Но, во-первых, работодатель – это, как правило, крупная организация, и денег у нее на черный день в любом случае на порядке больше, чем у отдельного рядового сотрудника. Не работодателя нужно жалеть во время всеобщей рецессии. А во-вторых, как правило, за год-два до кризисов обстановка для бизнеса бывает чересчур хорошей и позволяет получать солидную прибыль, платить миллионные бонусы топ-менеджерам и т.д. и т.п. Однако вместо того, чтобы делать из этих доходов запасы на черный день, некоторые нерадивые работодатели просаживают свои доходы на предметы роскоши, постройку особняков, путешествия на элитные курорты, эскорт услуги и еще бог знает что. Так кто же виноват в том, что в момент кризиса им не хватает денег, чтобы полноценно оплачивать простой сотрудников или увольнение по сокращению штатов? Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире. По любым вопросам, связанным с трудовыми конфликтами, если с вами произошла ситуация, о которой мы говорили ранее, или какая-то другая ситуация, в которой были нарушены ваши трудовые права, пожалуйста, обращайтесь в группу Союза марксистов. Мы постараемся вам помочь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, берегите свое здоровье. Всего доброго. ПОДПИСЫВАЙСИ ПОДПИСЫВАЙСИ